всех приветствую на своем канале я надеюсь что меня видно в общем даже я догадилась до видео посвященная покупкам из фикс прайса тут у меня правда покупки не только из фикс прайса даже фруктики есть из пятерочки с яблочками две штуки и мандаринчиком выложить кстати очень вкусные сладкие мандарички рекламы без понятия как называется в общем как покупки декабря если вам интересно это видео то пожалуйста оставайтесь со мной вот это чудо я купила в пятерке нашей солнечном если есть то из углича то советую кажется 60 рублей без 10 копеек вообще мне тупо закончился шампунь но не совсем закончился там чуть-чуть осталось от аленки то точнее ну то что мне елена снегирева задарила то что ей свое время не понравилось но это об этом будут пустых баночках декабря надеюсь в общем от гринман гринманский шампунь у меня подходит концу но я думаю поеду 17 декабря очень надеюсь в ерик на ярмарку аниме хаками кажется и мне совершенно некогда будет наверное заходить в фраше за шампунчиком но и тут я долго думала чё же делать как же быть и случайно мой взгляд в пятерке буквально 12 декабря окажется делал день конституции что ли было или чё там чё над 12 декабря но вы в комментариях напишите там я подозреваю в общем увидела шампунчик такой маленький марсельезец мягкости уход молочко миндаля и цветок липа вообще о том что это молочко миндаля я узнала уже на оборотке тут какая-то наклеечка с номером 18 без понятия чё там тут 250 миллилитров и обошелся он мне в 60 рублей без 10 копеек так он называется для всех типов волос молочко и цветок липы в общем я им уже один раз мыла голову два раза намыривала сегодня я мыла совершенно не им не поверите так получилось что он у меня тут стояла я что-то на автопилоте прошла ванну такая сонная и понимаю что шампуня нету но есть жидкое мыло от эйвана цитрусовый там изоляторе что-то в этом роде но у меня там в общем я им случайно по ошибке помыла второй раз волосы в общем классный такой шампунчик пахнет он обычным шампунчиком ну что-то вот такой конкретно липы или не знаю как молочко миндаля пахнет не нюхала вот ну липой липой она не пахнет все он написано что он за всей семьи то бишь ли есть пометка что для детей старше 3 лет чем если у вас есть дети старше 3 лет еще есть муж или жена или еще кто-то там короче если у вас есть семья то вот так вы можете пунчик себе закупить потом уже захотелось химии тут у меня три продуктика по скидке вообще я до хрена тогда купила тысячи на полторы за два дня в трех магазинах ну показывают только то с чем я хочу поделиться посоветовать по рекламе это у нас мистерика грибной соус я в свое время покупала какую-то фигню от мистера река и порвать по ней то есть тоже какой-то соус сырный соус или грибной не знаю точно чем я его лопаю с макаронами я ему добавляю свои щи ну и да куда-то еще добавляю тут он вообще принципе химический но какие-то любые присутствуют вот смотрите это я столько уделал что не помню он 40 рублей рублей или 50 вообще без понятия сколько он сам по себе стоит но по желтому ценнику он такой был а меня очень хотелось химии так и еще одна вещь одна была на отдельный обзор делать но раз все тут делаю вообще мне времени в обрез совершенно мне через 20 минут уходить на автобус на выступление в дом престарелых наш где там буду играть эту принцессу по карамзину короче говоря это шоколадная шоколадно-ореховая паста насыщенный шоколадный вкус куизинный рояль что за куизин рояль вообще без понятия но это в общем дело на вражке в питере петербург называется ооо вот тут у нас состав более-менее меня на его на полу было 90 рублей 10 копеек тоже по желтому ценнику там еще рядом стояла нутелла еще кота хренатень кажется пятерковая какая-то хренатень там марка какая-то еще не помню какого-пятерки марка я очень давно не покупала пасту шоколадную лет 10 точно не знаю что мне тут внезапно тортнула ну вообще-то занялась самопальными этими мармеладом самопальным желе может быть как-нибудь засниму на видос свой процесс и как бы он там не получился выложим потом как раз кто-то просил когда-то в каментах типа что-то записать на камеру то что я сама готовлю короче торт на меня на этот мармелад самопальный после чего я не могу покупать конфеты шоколад туда захожу в магазин хочу чего-то сладкого в результате и ничего себе не покупаю раньше хотела чудо слабо смысл покупал кучу всякой хрени захожу магазины и в результате я хочу или фруктов или соленого но не сладкого тут внезапно купила тут в общем состав сахар как так сахар масло растительное без понятия у меня конечно смутило думаю что за растительное масло обычно пишут там пальмовые и подобные думаю ладно вроде так охота чё-то Масло растительное, паста фундучная, какао-порошок, молоко сухое, обезжиренное, эмульгатор лицетин соевый в скобочках и ароматизаторы, тоже загадочные. Что они там ароматизировали? Шоколад там, орехи или лицетин соевый. Вот так оно выглядит. И сейчас вот оно действительно напоминает картинку. Такой нежненький, мягонький кремничек ложится на булочку. Это вот на сегодня. Двое суток оно у меня на кухне проторчало практически. Когда я ее купила 12-го, она у меня настолько густая и твердая была, что я ее тупо ложкой ковыряла. На второй день она у меня чуть-чуть пообмякла. Я уж думала, может мне ее растопить на бане паровой. Я ее даже на батарею пыталась положить, которая слева от меня. Да, это левая рука, я ей пишу. А сейчас она такая вполне ничего. И в общем, за первый день я где-то одну треть схомячила. Вчера я где-то шландала с однокласской в основном. Или что-то по дому делала. В общем, у меня за два дня она уделась, уделась. На одна треть там осталась. Кстати, я ее даже понюхала. Люди, зачем я ее понюхала? Лучше бы я ее не нюхала. Дурацкая привычка нюхать еду от кого-то там мне. Кто мне обычно периодически в личку пишет, что там чай на нюхать, на еду на нюхать. Мне только в личку пишут. Про чайки-то вообще просто говорят, что его на нюхать якобы. Наверное, оно вкусно пахнет этой ореховой пастой. Я тут видела Кацав Дикси у нас или еще где-то в магазинах этих седовых арахисовую пасту. Но что-то меня как-то смущает ее покупать. Я про нее в всяких там сериалах мультика смотрела, но сама же есть не пробовала еще. Не рискала. По крайней мере, осознанно я не ела. Может быть, куда-то ее добавляли, но я об этом не знала. Короче говоря, она скорее всего пахнет. Вот с этими, наверное, так пахнет фундучная паста с шоколадом. Так, ну это я уже прорекламировала. Мы еще с Однокласской тут говорили, что девочки специально делают это какие-то там цветочки искусственные. Типа, это для Инстаграма, у меня искусственные цветочки фоном. Мне писали в камень так, что я ничего такого постановочного не делала. Я никак не могла понять, что такое постановочное. До меня тут стало заходить вчера еще разговор с Однокласской, что постановочное это что-то такое искусственное. Там сзади фоном поставлено, сзади фон у меня моющиеся обои, которым 300 лет еще моя мама их клеила с дедушкой и, возможно, моим папой. Короче, это банан. Один остался, было два. Вообще-то я люблю зеленые бананы. Такие, ну, сразу их лопать. Крепенькие такие. Пресные бананы. Этот очень сладкий банан. Вообще, пресные бананы, насколько я помню, обезьянку у нас. В общем, прихожу с покупочком из Фиксика. Там еще было два каких-то товара, но они у меня где-то валяются. И это не те товары, которые я хотелось бы порекламить. Финики. 55 рублей. 300 грамм. Состав финики. Я про чем? Обычно берешь финики, допустим, ну, покупаешь на развес. Конечно, я посчитала это где-то 100. Извиняюсь за кашель. Я все еще иногда чихаю. И частись на кашле. В общем, 182 рубля килограмм, наверное. Если я сейчас не помню, не путаю, но если что вы посчитаете, 55, 55, 55, плюс еще где-то там 18, если округлить. Ну, в общем, короче говоря, это несколько дороже, чем в мире фруктов на развес, но с другой стороны дешевле, чем в том же мире фруктов на развес, потому что там какие-то разные финики. И вот здесь именно такие финики как нарисованы. Я где-то, я думала, что я одну треть села. Но, в общем, я вчера, сегодня ночью я слопала одну вторую пакетика с чаем. В общем, вот такие финики. Какие-то подсушенные. Какие-то попадаются помягче. Какие-то средненькие. Но, в основном, они вот именно такие, как на упаковке нарисованы. И к чему я хочу сказать. Вот ввиду там это сетевые эти магазины, значит, дикси-магнит пятерочка, которая у нас в городе есть, и, наверное, еще, возможно, есть в Атаке, который филиал Ашана. Обычно у них на пакетиках пишут финики и какой-нибудь Е666 от слеживания, от сваливания, еще чего-нибудь. Короче, как в каком-то там рецепте на каком-то сайте я прочитала Ешка. Е-керешка. Короче говоря, вот именно в фикс-прайсе внезапно, на мое удивление, были финики с составом просто финики. Но я решила их купить. Финики называются Ореховая долина. В общем, я вам советую, если вы любите финики. А я в последнее время что-то так подсела на сухофрукты, и, в общем, у меня фиников, наверное, слопала килограмм-то точно до последней недели-две. Ну, конечно же, я затарила двумя маслицами. У меня закончилось персиковое масло когда-то там, персиковое косметическое наружное масло, Апотекс. Думала, что за фирма новая оказалась, это все та же Мирола, замаскированная. 100 мл сделана 1 декабря 2015 года, живет 3 года. Значит, у нас, в общем, 16, 17, 18. До 2018 года, 1 декабря она. Что хочу сказать, оно мне очень спасает, когда у меня начинает кожа сохнуть на руках. Сейчас она у меня более-менее еще такая не совсем сухая. Ну, в смысле, сухая, но вот когда она вот такая отрезкается аж до крови, я не знаю, с чем связано, потому что обычно я начинаю каким-нибудь увлажняющим суперкремом масаться, и сначала у меня кожа дико сухая. Я, наверное, мысленно матерюсь в лучшем случае, в худшем случае, в лучшем случае просто так, а-а-а, что же так, как же так, почему же такой эффект. А потом у меня кожа нормально становится. Может, кожа так реагирует на суперувлажняющий крем, без жанец какой фирмы. Ну, в общем, я его купил, потому, во-первых, оно меня спасает тут именно от сухой кожи лапок. Во-вторых, я его в какие-то химические свои опыты добавляла. И тут еще облепиховое масло смягчает и освежает косметическое 200 мл. Та же самая Мирула, тут даже на крышке написано, это Мирула, только сейчас заметила. Сделано оно 8 сентября 2016 года, тоже с другой годности, три года. Ну, и типа, вообще, есть поверье, я, допустим, одна клашка считает, и я тоже иногда начинаю паранойить, что в составе одно подсолнечное масло. Не знаю насчет масла, не масла, но люди же верят во всякую фигню, вот там поверила, так случилось, да, вот у меня бабушка верила, что я покупаю исключительно все крутое, такое хорошее. Даже если самый дешевый шампунь я купила, то он обязательно был крутым и хорошим. В общем, я верю в то, в саму себя. Глебушка говорил, что Лёля, сначала он говорил, что я почти святая, а потом она Нимуса сказала на тиферетнике, что Лёля святая. Так вот, я верю в саму себя, и я верю, что здесь вот реально облепиховое масло косметическое, которое смягчает и осветляет. От Миролы 200 миллилитров 50 рублей. И что здесь масло персиковое косметическое, 100 миллилитров от Миролы, которое тоже, наверное, что-то делает. И оно тоже стоит 50 рублей. Что удивительно, тут в два раза больше, но оба по 50. А это вообще вода. Чай УПР, правда, это не чай УПР, но это всё равно вода. Раньше я покупала в Фиксике вот такой сок, я не помню, именно такой он был или какой-то другой. Литр там был или чуть меньше литра, но точно помню, что вот такая вот шершавенькая огурочка была у бутылочки. И он мне дико нравился. И моя бабуся считала, что он такой суперконцентрированный. Она его растворяла водой, я бухала так. Пила, извиняюсь. Будет камень, наверное, а ты сказала такое слово, кстати, тут чему-то трещина, где-то я долбанула. Наверное, эту бутылочку потом придётся выкинуть. Сделано оно 24 ноября 2016 года, в 4 утра 43 минуты. И моя однокласска, значит, то ли её плевку нравится, ну, кому-то там из её родни очень нравится. Она говорит, ой, этот сок вот только, он супер-пупер. Я как раз в пятёрке так головела какой-то маленький сок. За 47 малюсенькую такую баночку, думаю, а, как-нибудь заеду в Фикс, лучше куплю там, если он ещё есть. Он действительно был, правда, или дизайн, другой, или ещё что-то. Потому что тут в составе исключительно гранатовый сок и сахар. Потому что он такой термоядерный. Ну, понятно, что я тут уже, он не полный, я его тут выделя, била, подвыпила конкретно так. Вот тут у меня в чашке, и я его тут растворяю, чуть-чуть немножко доливаю на одну треть где-то. На две трети сока у меня одна треть кипятка, или горячего кипятка, или холодного кипятка. Ну, холодный кипяток, да, это вообще что-то такое. Ну, короче, воды я добавляю, или уфильтрованной воды добавляю, прохладной. Или горячего кипятка, как сейчас вот. И пью, потому что иначе он настолько насыщенный, что я его просто не воспринимаю. И вот эта вот часть 50 рублей всего лишь. В общем, заходите в Фиксик, в Пятёрочку, куда-нибудь ещё. Ну, не знаю. Ну, вообще, Фиксики, вообще-то много всего. 50% какого-нибудь ширпотреба, которые я бы даже за бесплатно не взяла. И 50% чего-то путного, а вот меня удивили эти фигники. Правда, он настолько находится далеко и неудобно, что туда ехать, пока туда доедешь, либо пока соберёшься, туда зайдёшь и обязательно купишь какой-нибудь ненужный фигник. Ну, думаю, в этот раз у меня более-менее нужная фигня была. На самом деле, там был какой-то стиральный порошок и книжка, как приготовить японскую жиротву. Я, правда, думала, что там написано будет, как приготовить сладкую японскую жиротву. Но там было... Ну, там были про японские праздники. Ещё, поэтому, фигня про сладкую японскую жиротву там не было, к сожалению. В общем, вам было интересно это видео. Надеюсь, ещё успела. У меня камера не вырубится до того, как я закончу говорить. И я успею это скинуть хотя бы на комп, потому что заливать я уже буду после того, как вернусь с выступления. Если вам это было интересно, полезно и тому подобное... Вообще, я зареклась тут говорить, пишите камень, доставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что кому надо и так подпишутся, а кому не надо, их и силой не доставишь. Даже вот так вот. С пулей рыска вряд ли доставишь. Ну, короче говоря, если вы досмотрели до конца, то я не зря тут болтала на камеру и тратила своё время не на что-то полезное лично мне, а на YouTube. YouTube. На свой канал и на вас, мои дорогие подписчики. До новых встреч. Возможно, запишу сегодня, если буду живая. Асмрное видео. Как раз там мои цветочки бумажные всё жаждут на камеру выступить. Пока-пока. Пока-пока.